В тот день было у нас 10 выездов, но один мне больше всего запомнился по адресу улицы Халтурицкая, дом 13, квартира 31. При получении сигнала о пожаре на пункт связи РОД 2210 мы собрались по тревоге и выехали на пожар. Через 3 минуты мы уже были в место вызова. Вечером, как всегда, мы детей спать ложим, включали ёлку, ну для того, чтобы побыстрее они уснули. Включили ёлку, ну сами пошли на кухню там дела делать, вот. И только мы ушли, и девочка у нас кричит, ёлка горит. Я лежала в постели, лежу, ёлка загорелась, и папу позвала. Я в это время был в ванне, забегаю, смотрю, ёлка загорелась. Я подбежал, выдернул из розетки шнур, отсоединилась к гирлянду, вот. В это время на крик дочери забежала жена. Ну взяла она воды немножко, пол ведра, и полила, так как ёлка у нас стояла на тумбочке, она полила на тряпку, чтобы она не загорелась. Вот. Я в это время выбежал в коридор, снял пальто, накинул ёлку, её, и повалил её. При подходе к квартиру нам сообщили, что в квартире находятся маленькие дети. Мы начали эвакуировать детей, и непосредственно приступили к тушению пожара. В квартире горела искусственная ёлка. В ходе разведки пожара выяснилось, что хозяин этой квартиры приступал сам к тушению этой ёлки и очень дышался угарным газом. Вот. Вышел в коридор, почувствовал немножко себя плохо, так как, видимо, от ёлки углотался дымом. Мгновенно прям даже почувствовал. Прям стало очень плохо, прям даже не мог дышать ничем. В данной обстановке хозяин квартиры действовал правильно то, что он вызвал сам пожарную команду и приступил к тушению ёлки, а накрыл искусственную ёлку в пальтос. По предварительным данным, загорание ёлки возникло из-за короткого замыкания. Если бы нас не было, вообще не знаем, чтобы у нас был вообще кошмар какой-то. Прямо представить это невозможно. Начинается пора весёлых новогодних ёлок, затем школьных каникул. А коллектив нашего отделения беспокоит только одна мысль. Сколько ещё детей по беспечности родителей получат во время новогодних ёлок и каникул, ожоговую травму и на длительное время будут прикованы к больничной койке. Как правило, в новогодние ёлки это поступают дети школьного возраста, лисички, снегурочки, Дед Морозы, которые получают ожоговую травму от бенгальских огней и свечек, которые ещё до сих пор продолжают зажигать на ёлках. Дети, одеты обычно в костюмы из ваты, не пропитаны особым раствором, бенгальские огни им доверяют зажигаться самим. И, как правило, последствия этой весёлой ёлки, больничная койка в ожоговом отделении. 30 декабря, 31 декабря идёт весёлая подготовка к новогоднему домашнему балу, стряпание всевозможных пирогов и кушни, и, как правило, несколько малышей, от двух до пяти до десяти человек, поступают в наше отделение с ожогами, чем хотите, начиная от ожогов кипятком, компотом. Есть даже дети, на которых родители умудрялись выливать заливное во время приготовления блюда. И поступают совсем уже маленькие дети, которые только-только начинают ходить, они очень обознательные, бегут к маме на кухню, касаются рукой духовки и, как последствия, тяжёлые ожоги кистей. Начинаются школьные каникулы, и опять же школьники предоставлены сами себе, начинают ставить опыты с различными химическими веществами. Начинают поджигать костры. Кроме того, вот эти огромные наши склады новогодних ёхалок на мусорных кучах тоже вызывают у них живейший интерес, как же они будут гореть в костёр из этих ёлок. А результат этих весёлых игр опять же больничная койка. И на протяжении длительного времени, иногда в течение трёх-пяти лет, эти дети становятся нашими постоянными пациентами, поскольку от ожога-то мы их излечили, а вот последствия ожогой травмы требуют ещё длительного оперативного вмешательства. Шёл я в магазин, и проходила ему костра. И когда я проходил, какой-то мальчик ударил по банке с бензином. Банка упала, и колыхнулась мне на ногу. Нога загорелась, но... Взял я филитру, эту развёл с бумагой, положил в карман её. Рядом зажёг спичку, и головка от спички попала мне в карман. Всё загорелось, и получился ожог. Мне доски были нужны для голубек. Залез на помолку, там какой-то ящик стоял. Я у него залез, там банка стоит. Стал на нём ковыряться, а прокинулся. Пак отбежал в больницу, ожог серной кислотой. Пришёл из школы домой, хотел вынести ведро. Взял ведро, пошёл и увидел, что на лестнице, на лестнице клетки, щиты открыты электрические. Я хотел его закрыть, и рукой дотронулся до шима электрических, и меня начало трясти. Взял пузырёк с одеколоном, начал его подогревать. Он лопнул, одеколоном разлился и загорелся на мне. Получил ожог. Побой у нас.